Вопреки летней расслабленности, жаре и лене, на прошедшей неделе было очень много интересных и важных событий. И обо всех о них мы сегодня с вами поговорим. Начнем с того, что радио Хабирову все-таки пришлось объяснить свое странное назначение на пост фактически министра жилищно-коммунального хозяйства господина Морзаева. Так много было вопросов недоумений и возмущений по этому поводу, что Хабирову пришлось все-таки высказаться. Напомним предысторию. В начале года, когда начались задержания министров правительства республики Башкортостан, до сих пор находятся в застенках кровавого режима министр ЖКХ господин Беляев и министр строительства господин Кучербаев. В этот момент министр транспорта и дорожного хозяйства господин Морзаев внезапно исчез, практически бежал, не оповестив даже своих ближайших подчиненных. Они с утра вошли к нему в кабинет и увидели там следы поспешного бегства, были собраны личные вещи, исчез господин Морзаев. Правда, бегал он недолго, примерно неделю-другую, замечен был в разных географических точках нашей бескрайней страны. Более всего его видели, конечно, в Москве, он бегал по высоким кабинетам, отметился и у себя на родине в Осетии, но неминуемо вернулся в Башкирию. И через довольно короткий промежуток времени заделался помощником Радия Хабирова, помощником главы республики Башкортостан. Эта должность, как известно, весьма абстрактная, иногда на нее люди попадают, чтобы пересидеть тяжелые времена, и, видимо, здесь шла речь именно об этой ситуации. И вот пару недель назад мы с удивлением узнаем о том, что господин Хабиров назначает своего ближайшего друга и соратника Морзаева, теперь уже министром ЖКХ. Ну, не было числа возмущений, вопросов и недоумений по этому поводу. Тут, конечно, нужно отдать должное нашей прессе и, ну, в общем-то, просто гражданам о том, что, ну, как же так? Вообще-то человек налоговым инспектором работал в Осетии, а теперь, значит, у нас и министр транспорта, и министр ЖКХ неравен, часто назначат министром культуры. В общем, Хабиров объяснил эту ситуацию буквально следующим образом, цитирую, потому что там нужно распутывать сложные финансовые схемы, конец цитаты. Ну, там это в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, однозначно. В связи с чем у меня возникает, ну, три основных вопроса, и это не только мои вопросы, а вопросы вообще всех, кто возмутился и заинтересовался. Во-первых, кто запутал финансовую ситуацию в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства? Уж не дружище ли Беляев, сидящий сейчас под домашним арестом и ожидающий, значит, окончания следствия и дальнейшего суда над собой? Ну, кто же этот негодяй? И, в общем-то, ведь прошло довольно много времени, а до Беляева был еще Киреев, ближайший тоже дружище Ради Фаритовича. И где гарантия, что новый, самый лучший друг Хабирова Морзаев не запутает эти схемы еще больше? Второй вопрос. Почему, на каком основании Ради Фаритович уверен в том, что Морзаев может что-то распутать, если он так здорово все запутал в Министерстве транспорта и дорожного строительства? Ведь, ну, там реальная катастрофа в Минтрансе. Вот то, к чему привел Морзаев вот эту ситуацию, это вот транспортная реформа, посмотрите вокруг и трезво ужаснитесь, дороги посмотрите вокруг. Вы видите разметку? Я не вижу. Уже второй год. Ну и так далее. Ну, не говоря уже об отзывах из Подмосковья, где потрудился господин Морзаев, ну и, собственно, из Осетии. Там тоже все очень здорово и весело. В общем, я не понимаю, на каких основаниях господин Хабиров вот такую вот, значит, уверенность высказал. Ну, и третий вопрос, он больше такого, конечно, философского характера. Ради Фаритович, а вот хоть немного профильного образования или опыта хотя бы работы в этой отрасли, в которой они работают, для ваших чиновников совсем не полагается? То есть, у вас достаточно здорово, хорошо жарят шашлыки. То есть, если шашлыки вам понравились, вы сдружились с человеком, значит, посидели за столом, подняли терпкого вина, все нормально, значит, попели песни, и вот тогда можно его назначить любым министром. Пожалуй, что нет. Широкому обсуждению подверглась ситуация с господином Мироновым на прошедшей неделе. Я имею в виду то, что лидер партии «Справедливая Россия за справедливость», или как она теперь уж там называется, ну, в общем, «Справедливая Россия», очень резко, жестко и конкретно высказался в адрес Радия Хабирова. Причем говорил Миронов в целом о бездумной политике некоторых губернаторов в Российской Федерации, а как пример наиболее безумной политики привел Радия Хабирова. В частности, Миронов предостерег от разделения людей на разные сорта по признаку вакцинации и прочее, прочее. В общем, Миронов критиковал те меры, которые принимает Радий Хабирович вот в этот короткий промежуток до фолклориады, который является однозначно какой-то точкой отсчета в том смысле, что фолклориада пройдет обязательно, а до нее в оставшиеся несколько дней Радий Хабиров решил предпринять все возможные меры по нормализации ситуации. В представлении Миронова это невозможно, и, собственно, многие предсказания Сергея Миронова сбылись. Речь идет о том, что когда Хабиров подхлестнул вакцинацию и народ побежал в торговые центры, выяснилось, что вакцины в республике уже нет. Ну, в общем, резкая оценка, и любопытно, какая была реакция со стороны Белого дома. Ну, почему-то напрямую наводку вывели Константина Борисовича Толкачева, который высказался в ответ Миронову, очень оскорбительно и обидно, значит, заговорил о партии «Справедливая Россия». Почему-то досталось депутату Омарову, депутату Госдумы от Башкирии, который состоит в партии «Справедливая Россия». Его обвинили во всех смертных грехах, что он тут не приезжает никогда в Башкирию, что он не ведет никакой работы, но тут уже даже я, в общем-то, возмутился. На самом деле, вот эта вот жалкая попытка увести в сторону вопрос, то есть в стилистике такой «сами дураки», она, конечно, не удалась. Ну, в частности, я точно знаю, что господин Омаров один из самых активных депутатов Государственной Думы от Республики Башкортостан. И вот почему. Потому что только он, например, занимался вопросом расселения барака на шата Руставели, только он поддержал население республики, когда возникла вот эта стихийная акция, стихийный протест по Куштау, он был единственным депутатом Госдумы, который поддержал протест на Куштау. Почему-то об этом забыли, и об этом не помнит Толкачев, который, сейчас перевернувшись в воздухе в очередной раз, тоже поддерживает решение по Куштау. В общем, конечно, это глупость. Это показывает слабость политической команды ради Хабирова, если у него нет никого, кто мог бы, ну, хоть сколько-нибудь отвечать на критику. И вообще на критику нужно не отвечать, а критике нужно внимать. Особенно, если она конструктивная и справедливая. Независимый анализ реакции на слова Миронова показывает, что довольно существенная часть населения поддерживает подобную позицию в отношении политики Хабирова. И это говорит о том, что Хабиров делает что-то не то. В Башкирии и правда что-то не в порядке с антиковидной деятельностью. В частности, на прошедшей неделе Всемирная организация здравоохранения в рамках всеобщей проверки предприятий по производству вакцин проверяла уфимское предприятие «Фармстандарт Уфавита». И проверив это предприятие, напомню, проверялись все предприятия, которые производят вакцину, а не только это предприятие, были выявлены, на мой взгляд, существенные грубые нарушения. В частности, нарушения были в области микробиологического мониторинга во время производства, идентификации партий вакцин, мер предотвращения перекрестного заражения, соблюдения стерильности на линиях заполнения и стерильности фильтрации вакцин. Вот даже не специалистам эти формулировки говорят о, наверное, существенном беспокойстве за качество продукции, которая выпускается на этом предприятии. Вот я не специалист, я не утверждаю ничего, но, прочитав вот эти формулировки, которые обозначают те нарушения, которые были выявлены на этом предприятии, у меня лично не возникло желания побежать и уколоться продукцией вот этого предприятия. У вас она появилась, вот после того, как вы узнали, что там не ведется микробиологический мониторинг во время производства или нарушается этот мониторинг, я не знаю точно, недостаточные меры по предотвращению перекрестного загрязнения или даже соблюдение стерильности на линиях заполнения, то есть это во время разлива вакцины в бутылочке, значит, недостаточным образом соблюдается стерильность. Вот к такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения, и лично для меня это не является рекламой вакцины, которая производится, например, конкретно в этом предприятии. Ну, резонанс этой истории был так велик, что оправдываться пришлось даже не Хабирову, а Дмитрию Пескову. Вот конкретно по этому событию Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, вынужден был давать пояснения, уверять, что проблема уже решена, что стерильность восстановлена и прочее-прочее. Ну, насколько мы верим Дмитрию Пескову, настолько мы верим Дмитрию Пескову. Но, в целом, конечно, вот такого провала допустить было сложно, и, естественно, это будет записано в адрес господина Хабирова. Почему? Потому что Хабиров, по сути, отвечает за все происходящее в глобальном смысле на территории Башкирии, особенно, когда это прилетает в Кремль. Там разбираться не будут. Управлял Хабиров этим предприятием, не управлял Хабиров этим предприятием. Это случилось на территории Башкирии, и это отбрасывает тень непосредственно на те тезисы, которые высказывает лично Владимир Путин, ну и его пресс-службы тоже. А еще на прошедшей неделе прошло долгожданное заседание Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. Почему долгожданное? Потому что, на самом деле, оно вообще-то было всего второе за всю историю, за двухлетнюю историю практически существования этого органа, и первое за последние полтора года. Ну, то есть, по понятным, наверное, причинам, очное, Совет по правам человека не собирался уже полтора года. И вместо того, чтобы кинуться друг другу в объятия, пообниматься, поулыбаться и напиться чайку, в общем-то, компания эта изрядно переругалась, и, естественно, застрельщиком всех скандалов явился сам Ради Хабиров. В частности, я отмечу три эпизода из этого заседания. Первое, это Хабиров заявил, что с ассоциацией «Голос» никакого сотрудничества у властей в Республике Башкортостан не будет, потому что они иноагенты и финансируются чуть ли не напрямую из Соединенных Штатов Америки. Ну, обращался в этом случае господин Хабиров, видимо, непосредственно к Ренату Факееву, который член СПЧ и одновременно куратор «Голоса» на территории Республики Башкортостан. Но, как юрист, Ради Фаридович, конечно, мог и не знать, что ассоциация «Голос» была ликвидирована еще в 2016 году, а на смену ассоциации пришло движение «Голос», которое никогда не признавалось ни иноагентом, ни каким-то иным зловредным новообразованием в Российской Федерации и занимается контролем над честностью выборов и так далее. Хабиров по простоте своей душевной, он вообще мужчина незамысловатый, проговорился, как говорится, по Фрейду. То есть, как только зашла речь о каком контроле выборов, которые будут в сентябре у нас в Башкирии и в России, Хабиров взорвался и заявил, что никакого контроля над выборами он, естественно, не допустит, а все, кто захотят контролировать выборы, будут иностранными агентами и агентами Госдепа. Впрочем, Хабиров заявил, что его вполне устраивает наблюдение и контроль за выборами со стороны общественной палаты, руководителем, например, аппарата, который является кандидат в депутаты Государственной Думы Шамиль Валеев от «Единой России». Более абсурдные ситуации, конечно, с наблюдением и контролем за выборных процессов придумать нельзя. Но Хабиров, судя по всему, волнуется за то, что выборы могут не удастся, и подстраховываясь, исключает из выборного процесса все, что ему не нравится, все, что ему кажется подозрительным. В ответ на доклад Альмиры Жуковой по проблемам, связанным с выделением жилья для сирот, Хабиров и вовсе взорвался, обвинил Жукову в том, что она огульно называет всех чиновников коррупционерами и жуликами, а они, значит, до ночи на работе сидят, как выразился Хабиров, понимаете, они там до ночи, значит, на работе сидят, а Альмира Жукова их обвиняет в коррупции. В общем, ужасно-ужасно. Тут, конечно, сплелись два момента. Ну, первое, Альмира Жукова, известная как бы правозащитница в нашей республике, ну, получила то, на самом деле, чего заслуживала. Я надеюсь, что она развеяла все свои сомнения и иллюзии в отношении того, куда она попала. Хабиров вообще очень не стеснялся в выражениях, заявил, что став маленьким каким-то там человечком, даже не чиновником, а получив какую-то микродолжность, Альмира Жукова уже, значит, начинает тут всех обвинять, судить и осуждать, и так далее, и так далее. Ну, в общем, вел себя Хабиров, конечно, ну, как мужчина перед женщиной, и вообще достаточно вызывающе, и я бы сказал, по-хамски. Ну, в общем, вот. С другой стороны, повторюсь, я не печалюсь по этому поводу. Альмира Жукова получила то, что должна была получить, и, собственно, вот это случилось. Аж с самого 2019 года Наташа Павлова и Руслан Валеев готовили и пестовали доклад по проблематике выборов в республике Башкортостан. Жаждали донести этот доклад до главы республики в рамках СПЧ. Почему-то не публиковали его в открытом пространстве, хотя для этого было чуть ли не целых два года. Ну, в общем, наконец-то они добрались лично до Хабирова, но Хабиров пропустил мимо ушей все эти вещи, никак не среагировал, никаких там, значит, особых изменений у нас не грядет и не будет. В общем, я констатирую, что и Павлова, и Валеев просто потратили зря время, также испытывали ложные иллюзии в отношении того места, куда они попали. Но на самом деле здесь интереснее, что же будет дальше с этим СПЧ, с людьми, которые туда попали в рамках и в составе СПЧ. Безусловно, есть некоторое количество приличных людей, которым неприлично находиться в подобном месте. Не знаю, как они будут отмываться потом от этого всего дальше, как будет складываться их дальнейшая жизнь и карьера. Но я абсолютно уверен, что пребывание в СПЧ первого созыва, вот в этом вот СПЧ, который мы сейчас видим, это, конечно, черная отметка в карме, в карьере, в репутации человека, кем бы он ни был. Несмотря на то, что центральной жизненной проблемой во всем мире и в России сейчас является, конечно же, инфекция и пандемия COVID-19, несмотря на это, люди продолжают жить нормальной жизнью или почти нормальной жизнью. Их волнуют не только вопросы эпидемиологической обстановки, но и более простые, но не менее важные вещи. Я говорю о качестве жизни. В частности, говорю о том, что на минувшей неделе более 200 раз в день граждане обращались в органы власти в Уфе по поводу резкого химического запаха воздуха. Из всех районов Уфы только в одном районе граждане не беспокоились о запахе в воздухе. И власти вынуждены были, конечно, реагировать на эти все вещи. Даже провели какой-то там брифинг в правительстве и так далее, тщательно убеждая нас, что нет ничего страшного в том, что в воздухе воняет каким-то непонятным то ли сероводородом, то ли нефтепродуктами. Женщина-казак, главный санитарный врач Республики Башкортостан договорилась до того, что если чем-то пахнет, это не значит, что это вредно для здоровья. Хотя наука нам говорит о том, что если запахи, а запахи это твердые частицы в воздухе, ощущаются органолептически, то это уже тревожный признак и повод для беспокойства. Ну, в общем, лаборатории зафиксировали превышение по ПДК по пяти химическим элементам воздуха в воздухе Уфы. Однако власти категорически и однозначно отрицают, что причиной этого запаха является горение свалки в Черкасах, и начинают размывать проблему, ссылаясь там то на нефтезаводы, то еще на что-то. В общем, заявив о том, что им очень трудно выявить источник заражения воздуха и загрязнения воздуха, в общем, пока идет накопление этого недовольства, а воздух все продолжает вонять чем-то непонятным. Уже раздаются предположения о том, что Уфу пытаются превратить в новый Сибай. Ну, в принципе, индикатором этого события будет, наверное, награждение Грекова каким-нибудь орденом. Скорее всего, орденом Салавата Илаева. То есть, как только мы увидим на груди у него эту звезду, сразу же поймем, что Уфа превратилась в Сибай. Но шутки, как говорится, в сторону. Я считаю, что нужно общественности Уфы и людей, которые тут живут, не будучи уфимцами, обеспокоиться о качестве воздуха, который мы вдыхаем, потому что это происходит ровно со всеми нами. Кроме воздуха есть еще и вода. Вода – источник жизни для человека. Это однозначно. И вот, несмотря на уверение госпожи Головановой, которая рассказывала нам о том, что нет проблем с водоснабжением, и там буквально на пару часов где-то чего-то отключают, несмотря на уверение господина Морзаева, теперь ставшего министром ЖКХ, который тоже уверяет, что в Багдаде все спокойно, на самом деле это не так. Вот ко мне обратилась госпожа Амирова, жительница Новобулгакова, которая сообщила, что начиная с мая месяца и до сего момента в поселке Новобулгакова практически отсутствует водоснабжение. То есть вода подается на какие-то краткие промежутки времени в течение суток, причем или днем, или ночью предсказать это невозможно. И жители, которые обращаются и обращаются к местной администрации с вопросами, что происходит и когда будет вода, получают неизменно один и тот же ответ. Воды у вас не было и не будет, воды здесь недостаточно, воду покупайте, у вас есть пять точек продажи воды. Замечательный ответ для администрации. Я не знаю, в доле там администрация с торговцами воды или не в доле, но вот такой вот совет дает администрация района. Ну, меня интересует в связи с этим другой вопрос. Как скоро мэрия Уфы заявит уфинцам, что теперь можно будет в Уфе купить в автоматах чистый воздух и подышать им, наслаждаясь горными ароматами, и, в общем, не вдыхать вот то, что у нас идет со стороны черкасов и нефтяного завода. Собственно, ну вот это та мера лицемерия и беспомощности, которую демонстрирует нам власть Республики Башкортостан по абсолютно базовым вопросам – вода и воздух. Чтобы не придавать нашей сегодняшней передаче окончательно панических настроений, добавлю немножко смешного и веселого. Я говорю о сценической программе той труппы, которая выступает вокруг ситуации застройщика ПСК-6 и строительство дома на Конституции-5. Ну, неизменные Настенька и Алла в знак протеста против нелюбви Сергея Грекова к ним лично и нежелания с ними общаться на прошедшей неделе совершили перформанс прямо около мэрии города Уфы. Барышни натянули веревки между деревьями на аллее перед мэрией и развесили на этих веревках свое исподнее, там какие-то предметы интимного гардероба. В знак протеста того, что греков с ними не общается, и как бы потому, что греков или кто-то там у них отнял придомовую территорию, на которую и Настенька, и Алла, видимо, развешивали свое бельишко и раньше. Правда, я был там в этом дворе, я не замечал, чтобы местные жители вот таким вот архаичным образом сушили белье. Все-таки 21 век на дворе. В целом, уфимцев позабавило вот этот архаический способ соблюдения гигиены. Полиция не прикололась и составила протокол, я не знаю, правда, о чем, о развешивании предметов интимного гардероба в общественных местах, ну или о чем-то таком. Ну, а если говорить серьезно об этой ситуации, то с уходом главного продюсера вот этой творческой сценической группы, я имею в виду господина Баширова, который покидает административный пост в команде Хабирова, видимо, с уходом Баширова Аллочка и Настенька, они как бы вот попадают в какой-то творческий кризис, теряют фантазию. Мы помним, да, вот эту странную поездку к Собянину, теперь, значит, это белье у мэрии, ну и в ответ на это все, конечно, и реакция спадает, в том смысле, что, ну, люди уже просто смеются, не понимают, что происходит, и, в общем-то, их акции вот эти уже как-то не совсем понятны, ну, тем, на кого они нацелены. Продолжаем веселиться, продолжаем наблюдать. Ну, хорошо, когда весело, почему бы и нет. Анонсирую две важные темы, которыми мы планируем заняться в ближайшие недели. Речь идет о гибели пчел в разных районах республики Башкортостан. Башкортостан раздаются крики, вопли и информация о том, что это происходит. Причем причины потравы пчел называются разные. Тут и обработка полей, рапсовых полей каким-то непонятным химикатом, тут и борьба с непарным шелкопрядом и так далее, и так далее. В общем, я, погрузившись в эту тему, заметил, что там очень много интересного и противоречивого. В общем, на следующей неделе мы будем заниматься выяснением обстоятельств этих вещей. Если у вас есть информация по гибели пчел в республике Башкортостан под воздействием химических веществ или иных факторов, ну, напишите нам, нам будет очень полезно. А вторая тема, которая, ну, созрелая, которой надо заниматься, это, как ни странно, один из аспектов экономики. Я говорю о масштабных инвестиционных проектах. Никто не понимает, что это такое. Постоянно звучит эта фраза «масштабный инвестиционный проект, масштабный инвестиционный проект». Что это такое? Почему это хорошо или почему это плохо, опасно или выгодно для жителей города и республики? Вот в этом я буду разбираться. Я думаю, что на следующей неделе мы дадим очень подробный, важный анализ этой истории. Не думайте, что это скучно, на самом деле. Это будет очень интересно, в частности, дольщикам. Так что вот такие два анонса на следующую неделю.